Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Очередной успех в борьбе с коррупцией. В Мозыре сотрудники финансовой милиции разоблачили схему закупки запчастей по завышенной стоимости и отмывания государственных средств. В недобросовестной торговле был замешан начальник технического центра Мозырь Агропромснаб и два руководителя частных компаний. Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2017-й показала, что для технического обслуживания и ремонта сельхозмашин района организации по завышенным ценам покупались запчасти. При этом основные поставщики оставались прежними, а удорожание происходило за счет наценки фирм-посредников, у которых Мозырь Агропромснаб и покупал запчасти. Наценки составляли не ниже 30%, в отдельных случаях доходило до 100%. Естественно, и начальник технического центра, и руководители посреднических структур извлекали из этого выгоду. За год такой фирмой на Мозырь Агропромснаб было поставлено товаров на 73 тысячи рублей. Более 30 осело в карманах участников схем необоснованных закупок. У главного фигуранта уголовного дела и его компаньонов изъяты три автомобиля представительского класса – Lexus, BMW и Peugeot Boxer. А также сумма эквивалентная 15 тысячам долларов США. Сумма установленного ущерба будет расти, поскольку эта сумма установлена только за один год, 2017-й. За предыдущие годы сумма будет увеличиваться. Для Мозырского района это одна из самых крупных сумм установленного ущерба в результате хищения. Накануне суд Петриковского района вынес приговор 57-летнему водителю Калинковичского молочного комбината, по вине которого в ноябре прошлого года погибла целая семья, в том числе и трехлетний ребенок. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшим смерть трех человек. Суд приговорил виновного к пяти годам в колонии-поселении. Авария произошла утром 20 ноября вблизи деревни Фастовичи Петриковского района. Водитель молоковоза выехал на встречную полосу, где врезался в опель. В результате аварии 56-летний водитель легковушки, его 30-летняя жена и трехлетний ребенок от полученных травм погибли на месте. С 17 по 27 июля на территории Гомеля сотрудники ГАИ проведут комплекс профилактических мероприятий «Пьяному не место за рулем». Он будет направлен на укрепление транспортной дисциплины, снижение тяжести последствий ДТП по вине нетрезвых водителей и профилактику дорожно-транспортного травматизма. Хотелось бы напомнить всем нашим участникам дорожного движения, особенно водителям, что согласно статьи 18.16. Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на 3 года. Такова информация к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4.